Всем привет! Меня зовут Ярослав Самойлов, и одна из ваших любимых рубрик – это разборы мужских анкет на сайтах знакомств. Для чего я делаю эту рубрику? Для того, чтобы вам было более понятно, как мыслят мужчины, какие манипуляции, уловки они используют, и как из массы анкет на сайтах знакомств выявить те самые нечастые алмазы, те самые нечастые иголки сена, с которыми дальше можно взаимодействовать, где есть потенциал достойного мужчины, с которым можно построить действительно благополучные отношения. Михаил, 44. Умный, добрый, с чувством юмора. Руки растут из правильного места. Занимаюсь подборами и продажей автомобилей. Интересны нормальные отношения, а не встречи на пару раз. Ну вот с языка снимают они, да, то, что говорил перед этим. Поверьте, вот если ему напишет девушка и скажет, слушай, давай пару раз танцуем горизонтальный танец. Такой у меня тяжелый, с мужем развелась, например, так хочется, ты мне нравишься, давай безописательств пару раз танцуем. Да он с удовольствием побежит. Руки растут из правильного места. Это относится к мужчинам, которые любят по дому много чего делать. Там прибить полочку, там сконструировать что-то. И судя по всему, то, чем он занимается подборами и продажей авто, там много процессов, где нужно там заглянуть по двигатель, там что-то пощупать, что-то замерить. Все, что связано с ручным трудом. Умный, добрый, с чувством юмора. Замечаете, в чем я особенность? А минусы какие? А минусов не указано. Я и умный, и добрый, и с чувством юмора, и рукастый. И вообще на пару раз мне отношения не нужны. Мне нужны только нормальные. И вот неопытная девушка, она может сказать, блин, ну хороший мужчина. Хороший, ну вот так хорошо все написано. А вот те там вот пишут прямо, что он выпивает. А вот тот пишет, что он где-то там вспыльчив. Не-не-не, это фигня. Вот я бы наоборот такого боялся. Я наоборот бы боялся человека, который себя позиционирует только с хорошей стороны. Конечно же, это только анкета. Конечно же, это не красный флаг. Конечно же, это не тот, от которого нужно бежать. Но и точно не нужно таким очаровываться. И да, действительно, может ли быть такое, что ну действительно такой? Ну может быть такое? Конечно может быть. Конечно может быть. И поэтому это в любом случае вообще не во взаимодействии вы будете прояснять. Но влюбляться в этом, очаровываться этим или делать какие-то выводы, что человек говорит, добрый, я добрый. Доброта имеет разные форматы. Что он имеет в виду доброта? Непонятно. Вот кто-то считает меня жестким. Вот я считаю себя добрым. Но я точно знаю, что со стороны я не кажусь добрым. Со стороны я кажусь там где-то злым, где-то уставшим. Но у этого всего есть разные грани. Красота она в деталях. Профессионализм он в мелочах. И непрофессионал он судит в общем и целом. А, ну вот. Делать выводы какие-то поспешные или негативные, или позитивные выводы поспешно. Поэтому если вы подробнее хотите разобраться в психологии мужчин, как мыслят мужчины, как грамотнее с ними взаимодействовать, как грамотнее их определять, как привлекать достойных мужчин, как с достойными взаимодействовать. Если вы уже в отношениях замужем, то как улучшить эти отношения, вывести на новый уровень? Или уже там нет смысла? Или, возможно, вы живете с ужасным человеком, и уже давно пора поставить точку? И как к этой точке подготовиться? Тогда прямо сейчас нажимайте по ссылке и записывайтесь на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция по применению» без драм и манипуляций. Где эти и другие темы? И раскроем максимально подробно. Метаю бисер, хавайте. 50 лет. Еще уникальную редкость здесь женщину, которой нужны дети. Кто не ответил взаимностью, уйдут сразу в блог. Ну, во-первых, большинству женщин нужны дети. Это не редкость. Наоборот, более редкий случай, это когда девушка говорит или женщина, «Я не хочу детей» или «Больше не хочу детей». Поэтому уже какое-то утверждение странное и некорректное. Кто не ответил взаимностью, уйдут сразу в блог. «А зачем об этом сообщать?» «Ответь мне, иначе в блог улетишь». Я такой «Ах!» «Да-да-да, не, ну, если ты мне в блог заблочишь, конечно же, прямо сейчас ты меня замотивировал, прям даже начинаешь мне нравиться, отвечу». Ну, сразу видно токсичного, негативного человека с очень тяжелым характером. Что такое тяжелый характер? В первую очередь, это про закрытость. А легкий характер – это часто путают с инфантильностью, с поверхностностью. Человек не тяжелый тот, кто готов меняться, кто гибок в своем мышлении, который гибок в своих убеждениях. И если человек не гибок, если он говорит, «Я прав, только я прав». А почему ты прав? «Ну, потому что я так решил», «Ну, потому что я мужчина» или «Ну, потому что я старше». Вот это тяжелый характер. И вот этот человек как раз относится к мужчине с тяжелым характером, которого точно нужно обходить со мной. Иван Васильевич, 41. «У меня жена и дочка, ищу любовницу и точка. За границей живет семья, так что тут лишь ты да я. Если мужа ищешь ты, пусть сборются твои мечты. Как найдешь свою вторую половину, я сразу могу быть подвинут. А пока ты не нашла, смысла нету быть одна». Ага, понятно. Ну, собственно, цель его понятна. Пишет стихотворениями, типа «Веселый чувак». И, ну, наверное, девушке, которому он нравится, там, типаж его, внешность, и цели совпадают, наверное, они среагируют. Нормальная девушка, конечно же, такого будет обходить. При этом у него указана работа, даже название компании, где он работает. Хотя, может, это нереальная компания. Непонятно. Да. Ну, собственно, что тут комментировать. «У меня, как у всех, всего две руки и две ноги. Люблю, занимаюсь экстремальными видами спорта, играю на гитаре, люблю свою работу, и спонтанные мероприятия, внезапные походы, дискотеки, театры, редко планирую досуг. Только здесь и сейчас, что получится, легок на подъем и бегу от рутины». Понятно, что безответственный мальчик инфантильный, и он подойдет к женщинам, знаете, таким женщинам, которая очень устала, у которой очень тяжелая жизнь, и которой хочется как-то развеяться, расслабиться. Ей тяжело самой развеяться, расслабиться. Ей нужен мальчик веселый, такой тамада, такой экскурсовод, такой заводила душа компании, такой эгэгэй, который на выходных поможет ей отпустить тяжелые мысли. Для таких целей этот мальчик прекрасный, идеальный и замечательный. Для всего остального это оставьте его, пожалуйста, для его мамы. Мамкин брюко носится. «Привет, я Дмитрий, 35 лет. У меня много интересов, и свободное время я люблю проводить по-разному. В некоторых из них чтение, кулинарии и Netflix. А чем ты занимаешься в свободное время?» Дмитрий. Мамкин брюко носится номер два. Мне кажется, они росли где-то в соседних подъездах, или даже в одном подъезде. Возможно, они даже внебрачные братья. Ну, сразу видно, да, сразу можно приедать маменькин сынок, у которого Ницей... У меня много интересов, и свободное время. На какие деньги ты живешь? Много интересов. Каких интересов? Я считаю, что у взрослого человека не может быть много интересов. Их может быть больше, чем у других, да, но немного. Обычный человек, который определился, самоопределился, у него не может быть много интересов. У него есть конкретные вещи, конкретные направления, от которых он кайфует, в которых он хочет развиваться. Окей, может быть такое, что человек увлеченный экстремальными видами спорта и там много видов спорта которым интерес такое может быть но вот все разное ну и по сути тут понятно почему потому что у него много свободного времени и он это свободное время пытается заполнить разными интересами интересно что он читает азбуку букварь либо что-то посерьезней если вы строгая жесткая женщина который хочется отдохнуть и нужен такой веселый мальчик без такой усталости как у вас тогда добро пожаловать либо это такая же девочка такая же инфантильная такая же у которой много интересов такая же у которой тесная связь с родителями я уверен что он с мамой общается каждый день я более чем уверен мне не нужно быть гадалкой или телепатом или экстрасенсом как говорится два сапога пара они вместе им будет весело читать кулинарить и смотреть netflix серж 46 семья дети дом коты постоянно занят чем-то интересным иногда пишу стихи фотографирую варю суп из профильной трубы правда кому это интересно если нет так как женат или дата симпатичный есть пенис на свидание хожу с женой первым не пишу чтобы не отвлекать дам от поисков замуж но такой зайти очень загадочный персонаж который хочет впечатлить своей невероятной загадочностью и непонятностью того что написано я думаю что такого нужно просто точнее не думаю знаю что таких просто нахрен десятой дорогой обходить привет мне 20 кирилл работаю гейм-дизайнером люблю всякие медиа аниме фильмы сериалы с недавних пор играю на гитаре пытаясь также люблю компьютерные игры если вы тоже прекрасно настолько толерантен то что смотрел магистра дьявольского культа и банановую рыбу уважаемые тайтлы люблю ганнибала игру престолов также люблю dnd нормально готовлю вроде как 20-летний мальчик с мамой наверно живет мальчик должен быть детском саду или с мамой не мешайте ему быть с его мамой пока он не повзрослеет а возможно никогда не повзрослеет пока мама его будет подавлять и держать возле своей сисечки